Мой отец не прокурор. Мы сейчас обратим наше внимание на слово attorney. Для начала две ремарки. Как вы помните, названия профессий употребляются с неопределённым артиклем Э, который, в свою очередь, перед гласной буквой или гласным звуком принимает форму Н. И ещё один момент. Ударный слог по правилам чтения должен был читаться как долгое О, поскольку сочетание О, О даёт звук О. Но здесь он произносится не по правилам. И у этого слова есть два распространённые в англоязычных странах значения. Если вы смотрите американские фильмы или будете смотреть, то это слово, an attorney, вам может встретиться в значении прокурор или государственный обвинитель. Прокурор или государственный обвинитель. Но в англоязычных странах есть ещё одно распространённое значение. Это адвокат. Но, внимание, не тот адвокат, который выступает в суде. An attorney не защищает права своих подопечных, своих клиентов в суде. Нет. Он готовит документы. Это юрист, который занимается подготовкой и написанием различных юридических документов, в том числе к заседаниям суда, возможно, к разводу или ещё к чему-то. То есть, как это говорят ещё, поверенный в делах. Это очень точное значение – поверенный в делах. В Англии, an attorney, готовил дела к слушанию в суде долгое время. Но в 1881 году эта должность стала называться solicitor. Но подробнее об этом позже. Итак, нам нужно запомнить с вами довольно сложное слово. An attorney – это прокурор, государственный обвинитель и адвокат, который поверенный в делах. Кстати, хотите лёгкую запоминалочку? Ну, возможно, вам это и не подойдёт, но, может быть, кому-то поможет. Прокурор, an attorney, по имени Тони, перетянул судью на свою сторону. Или ещё одна запоминалочка – прокурор, an attorney, ездит в машине с тонированными стёклами. Это так называемое ассоциативное запоминание. На начальном этапе оно неплохо. Для тех, кто не является нашими студентами, я скажу следующее. В нашей первой виртуальной школе English Wave студенты не учат слова и выражения. В этом просто нет необходимости. Слова и выражения запоминаются естественным образом, естественным путём, поскольку они постоянно, постоянно повторяют и проговаривают их в речи в различных ситуациях. Так же, как вы учились говорить в детстве на родном языке. Это называется непроизвольное запоминание. Пока одни люди убивают время на заучивание слов, умные люди за это время учатся полноценно говорить. Переходите к тренировкам устной речи под видео. Я напомню, что те, кто у нас сегодня первый раз, вы получите в подарок уроки в нашей первой виртуальной школе.